Здравствуйте, друзья! Хайвэя номер 101, что в Северной Калифорнии. Светлана зачитывает вопрос. Здравствуйте, Михаила Светлана. Я вроде и пишу неплохо, и слышу когда надо. И лидерские качества проявить могу. В школе это здорово помогало. Закончил серебряной медалью. Поступила в ВУЗ без вступительных экзаменов. В университете что-то сломалось. Училась по накатанной на 4-5. И одна тройка в аттестате. Закончила магистратуру, тоже без проблем. Поступила в аспирантуру. Уехала в США диссертацию писать. Не PhD в США, а research в рамках моей диссертации в России. То есть она как бы на время подъехала исследования проводить? Сейчас я в Штатах, мне почти 27. И чувствую, что кандидат в науку это не мое. Я не хочу ее дописывать. Не хочет завершать диссертацию. Тямую тему. Мне не хватает рвения, да и желания. Вскоре я должна буду вернуться в Россию на пару лет, ввиду виза restrictions. У нее виза J1, она должна вернуться на 2 года. Здесь я с удовольствием хожу на разные классы. От ESL до журнализма. Хотя изначально у меня инженерная специальность. Опять сталкиваюсь с тем, что я исчез и жнец и на Дуде и Грец. Прошу вашего жизненного совета с прицелом на дальнейшую эмиграцию в Штаты. И чем по жизни заниматься разностороннему человеку? Через пару лет на мастерск, я думаю, что смогу поступить. А может и в... Диви это что такое? Диви это лотерея. Повезет, кто знает. К родителям с подобным вопросом обратиться не смогу. Ты же сама выбрала, а что тогда в Штаты ездила? А в России дописывать диссертацию не могла что ли? Ну такие ответы я получу. Понятно. Значит, я хочу добавить, что вопрос этот я немножечко подсократил. Потому что в этом вопросе там еще девушка говорила, что она брала тесты несколько раз, тесты Михаила Бородянского. И там было показано, что она как бы очень разносторонняя. То есть у нее все вектора очень развитые. То есть у нее нет такого явного, знаешь, вот туда. И она фактически спрашивает, вот разностороннему-то человеку как быть? Ну да. Что скажешь? Нет, ты давай начинай. Я начинаю? Ну хорошо. Значит, я бы сказал вот что. Я думаю, что все-таки очень существенно, очень существенно иметь уверенность в себе самой девушке, что она если что-то начинает, то она в состоянии это дело закончить. И очень много вещей в жизни мы делаем, доводим до конца, я бы так сказал. Когда мы начинаем, мы, может быть, более полны энтузиазма, чем ближе к концу, но мы доводим это до конца. Вот я помню, знаете, что? Десятый класс, вот выпускные экзамены, там сколько-то их было, и там дети, но вот не из нашего класса, у нас как-то математический было, и все как-то бы интеллигентней. А вот параллельный класс, просто местные дети там, и вот они из этого микрорайона, микрорайона, и вот они книжки ставили так домиком, и с разбегу ногой шарах по этим учебникам после сданного экзамена, то есть вот как бы, ну вот, мол, завершили, понимаете? Значит, я к чему говорю? Ну, они могли эту книжку шарах там за три месяца до экзамена и вообще не пойти его сдавать, но они же так не поступили. Они все-таки закончили среднюю школу, они получили аттестат, хотя могли бы, конечно, пойти там где-то на заводе, учеником там слесаря и так далее. Поэтому надо доводить до конца. В институте ты учишься, бывает, и уж такая тошнота, но надо доводить до конца. То же самое с аспирантурой. Человек с ученой степенью, так? Это не то же самое, что человек без ученой степени, особенно если мы возьмем в рассмотрение то, что он учился в аспирантуре, но бросил. Это еще хуже, понимаете? Поэтому вас никак не ущемит то, что вы там, допустим, получите свою ученую степень. Даже если вам это должно. Второе. Вы приедете в США не на мастера учиться, а вы приедете в США как постдок, что на самом деле может быть даже еще лучше. Хотя это никак не мешает вам потом приехать на мастера тоже. Это не то, чтобы вас как-то ущемило. Но и с точки зрения иммиграции, если мы говорим про иммиграцию как рабочую иммиграцию, профессиональную иммиграцию, вам этот PHD очень сильно помогает. У вас с PHD, между прочим, открывается еще один канал иммиграционный, как люди, одаренные, как он там называется, виза с выдающимися способностями. Это канал иммиграции, которого нет у людей, у которых нет PHD. Ну или там, скажем, практически нет и так далее. То есть PHD делает легким этот канал. Там публикации и тут выступления на конференциях, там у нас, тоже у нас со Светланой Каф мы на эту тему разговаривали. На нашем канале вы можете посмотреть там это видео, найти. Поэтому, что я хочу сказать. Я считаю, что очень важно завершить диссертацию. То есть я понимаю, что это нудотно, и уже не хочется, и вроде там драйв прошел. Но тем не менее, я считаю, что это очень важно. Для вас самой важно. Еще один момент. Возвращаясь к разносторонности человека, вот к этим викторам, которые там вам намерили на тесте у Михаила Бородянского, почему здорово иметь много развитых векторов. Это значит, что куда бы вас жизнь не бросила, значит, у вас есть чем прикрыться, как бы за счет чего, за счет каких качеств быть успешным. Если нужно что-то дотошно делать, скрупулезно, вот у вас есть вектор, который за это отвечает. Если нужно вперед нестись, лидером там в шашку и вперед в атаку идти, у вас такое тоже есть. То есть вы и в атаку можете, и можете там в тылу, и так далее. Поэтому вы к этим викторам относитесь не как к ситуации, которая делает вас непригодной к какому-то конкретному занятию, а это ситуация, которая вы чем не займетесь, будете успешным. Вот я бы так сказал. Поэтому занимайтесь тем, к чему душа лежит. Но у вас же есть вектор на эмиграцию, да? Вот вы себе его задали. Вы говорите, как мне в сторону эмиграции? Вот такое мое видение. Мы сейчас Светлану подключаем, пусть она скажет. Я думаю, что то, что я сейчас скажу, оно немножко прибавит энергии как раз вот в то, что говорил Михаил. То, что нужно завершить. Дело в том, что то, что вы сейчас делаете по жизни, вы как человек, который пишущий диссертацию, да? Если я вам скажу, что есть цели, а есть задачи, да, то вы очень хорошо понимаете, о чем идет речь. Дело в том, что вот то, что вы сейчас делаете, то, как вы по жизни катитесь, вы решаете задачи, в которых нет главной цели. Подумайте и сфокусируйтесь вообще, к чему вы стремитесь по большому счету, да? Какая ваша главная цель? И тогда у вас все вот эти задачи, и дописание диссертации, и иммиграция в США, и что-то еще, оно все встанет на место. И иммиграция тоже ведь не цель, это средство. Да. Так вот я говорю, как только вы скажете себе, к чему я стремлюсь, какая у меня цель по жизни, к чему я хочу добиться. И очень забавно, там Михаил Бородянский нам объяснял, что в тот момент, когда вы не сможете сказать, зачем это вам, это и будет ваша настоящая цель. То есть, если вы говорите, я хочу иммигрировать в Америку, вопрос, а зачем это вам? Ну, чтобы лучше жить, а зачем это вам? Ну, вот дальше вы сами уже, да? Да. А зачем вам лучше жить? И в тот момент, когда уже, а вот хочу я так, вот не зачем, вот это и есть самая главная цель. Как только вы сфокусируетесь на этой цели, все остальные задачи, они выстроятся в порядок, и у вас все придется в систему в определенную. То есть, да. Вы поймете, зачем вам нужно дописывать диссертацию, потому что диссертация – это задача. Зачем вам нужно приехать в Америку? Зачем вам нужно делать еще массу других разных дел, которые вы по жизни делали, и которые все все равно идут в копилку, потому что ваша жизнь сама куда-то несет, да? А вы только должны осознать, а куда же она меня не несет, и чем я могу помочь в этом несении моей собственной жизни? Я бы еще вот что сказал, что сейчас вообще время такое, и даже вот я, который постарше, как бы наше время немножко другим было, но тем не менее, вот я в своем времени, я постоянно менял то, чем я занимаюсь. Понимаете? А сейчас время такое, что это со всеми, со большим количеством людей происходит. На меня нас смотрели, как же так? Вот тут поменял, там поменял, здесь поменял. А сейчас вроде уже и вроде все вокруг так. Получается такая история, каждая перемена, которая с вами происходит, каждое переключение с одного на другое, успешным было, неуспешным, где-то вы осознали, что это не то, еще что-то, но каждый вот этот вот поворот жизненный, он вас обогащает, он не делает вас бедным, он не делает вас человеком, который потратил время впустую. Это абсолютно не так. Вы приобретаете некую грань, и будучи человеком разносторонним, как мы видим, да, из ваших векторов, там, тестов и так далее, вы эти грани потом соберете до кучи, каждая грань, вот все, что происходит с тобой, оно выстреливает потом. Ничего просто так не пропадает. Поэтому, начали диссертацию делать, сделайте диссертацию. Это ведь на самом деле очень важно в формировании вас. Когда вы заставите себя это сделать, когда вы пройдете успешно, когда вы пройдете через все эти унижения, Света, вы будете ходить подписи собирать. Не так ты говоришь. Вот еще раз. Есть сверхзадача, есть сквозное действие. Когда у тебя есть сверхзадача, ты знаешь, зачем ты это делаешь, то можно сделать сквозное действие и пройти через унижение, если ты не знаешь зачем ты это делаешь, оно тебе не надо, ты не хочешь себя лишний раз унижать, потому что непонятно зачем это нужно иногда, иногда, ты можешь не знать где это вынырнет, но ты можешь понимать что все это не зря и оно где-то вынырнет, может быть мы сегодня не знаем где, но мы должны это пройти, потому что мы знаем что это нужно вот я об этом говорю понимаешь как очень трудно, надо себя заставить, трудно себя заставить, не понимаешь зачем, поэтому мой совет сфокусироваться на том, зачем вам все это нужно по большому счету, чего вы хотите в жизни добиться и потом у вас появится мотивация все это проходить и вам нужно себя заставлять Света, ты помнишь как ты вязала мне шерстяную кофту? Угу Сколько ты ее вязала, 3 месяца? Ну долго, да Долго Маленькими тоненькими спицами Света вязала мне кофту очень красивую, на килограмм 4 весом Да Из шерсти ровницы, да? Нет, это была ковровая шерсть Ковровая шерсть Тяжеленная была шерсть Чего ты ее вязала? Да Потому что я не вязала кофту, как это, знаешь, я не рою траншею, я строю город в будущее Да Вот это же важно Да Вот это вот именно цель важна была, потому что я себе задачу поставила, что если я ее довяжу Да Вот эту мутотошную, да, нудную, мелкую, кропотливую работу, то я пойму, что я могу делать любую работу Вообще любую Но сработало Ну а как же Сработало, конечно Вот пусть девушка допишет диссертацию Нет, я абсолютно считаю, что ей нужно дописать диссертацию Просто я ей дала некоторый ключ к появлению мотивации, чтобы ее дописать, а не то, что, ой, мне скучно, я не хочу этого делать То есть, если есть сверхзадача, если вы понимаете, зачем вы это делаете, если вы понимаете, что это все в копилку, да проверьте себя на ходу и конец Потому что бывает, что человек дожил до 27 лет, а ни одного дела в жизни до конца не довел Вот это тоже очень важно, понимать, что я могу любое дело, за которое я берусь, довести до конца Я с этого начал, обрати внимание Ну правильно Это очень важно Больше того, я, допустим, она сейчас бросит эту диссертацию, да, и начнет заниматься чем-то, что, может быть, ее привлекает Ну, это ее будет все время как груз будет тянуть И в этот момент, я ее спрошу, Ласточка, ты, которая потратила несколько лет, да, на то, чтобы писать диссертацию, поехала в Америку, тут писала, там писала, бросила Ты уверена, что ты вот это не бросишь? Нет, а самое главное, это сам человек чувствует, он думает, ой, блин, там у меня не получилось, там я бросил, а брошу я, мне и тут надоело, тут я брошу Это, как бы, тяжелое состояние Дело в том, что, знаете как, пока люди молодые, да, они все строят, строят, строят себе в копилку, там, жизненного опыта все это Собирают, 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 потом проходит жизнь, говорят, а чего я добился? Ой, я тут бросил, я там бросил, я здесь бросил И, получается, посчитать нечего Очень важно довести, чтобы были такие вихи, которые можно, когда уже будет много лет, да, потом сказать, а я это сделал Не делал, а сделал Ну, в общем, Свет, я думаю, что мы девушке так, немножко, да, такой импульс дали И мы с тобой едины в том, что надо закончить Конечно Из разных соображений, вот, но надо закончить И с точки зрения эмиграции это ей может сыграть очень важную роль И с точки зрения самоутверждения, она же мечется, понимаешь, она же говорит, я не знаю кто, я не знаю Ты человек, который может взяться за что-то и довести до конца Да, конечно Понимаешь? Вот и все Есть вектор, который отвечает за то, чтобы доводить до конца А есть вектор, который отвечает за то, чтобы начинать все И рваться в бой Раз у тебя все векторы на месте, значит, доводи до конца Вот и все Знаешь, как в наше время говорили? Я говорю, есть такое слово «надо» Это ужасно Это было ужасное слово Потому что «надо» неизвестно кому Вот это Зайчик, известно, что не тебе Да А делать что-то, что кому-то надо, ой, как это невозможно Да, да, надо Говорит, надо Вот берешь и в штыковую, и в штыковую Говоришь, на кого идем, не на, не важно Главное, что вместе со всеми Жизнь отдаешь свою, а нужно это кому-то другому Ну, это мы уже совсем обобщили В общем, короче, я не знаю, как девушку зовут Да, она не написала, но это не важно, она поймет Она поймет В общем, мы ей передаем привет, девушка хорошая С сомнениями, это очень хорошо Люди, у которых сомнений нет Вот, они, может быть, не так глубоко проникают В то, что делают Когда ты никогда не сомневался Это не то же самое, что ты сомневался, но через сомнения пришел к тому, что это нужно Понимаете Вот, это крепче, как бы, корни прорастают лучше Все, ребята, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Спасибо!